На фоне тревожной информации о распространении коронавируса в режиме самоизоляции мы так порой можем и забыть, что есть в нашей жизни и хорошие новости. А они действительно есть. Сегодня касаются работы комплекса ЖКХ. На КНС Соколовская полным ходом идут работы при конструкции. Канализационно-насосная станция Соколовская в микрорайоне Дальний Воронок основная на территории городского округа Щелково. Сюда приходят стоки из четырех муниципалитетов – Щелково, Королево, Мытищ и Ивантеевки. Сточные воды поступают в приемную камеру гашения, дальше самотеком в грабельное отделение, где собирается мусор. Потом насосы перекачивают стоки в направлении очистных сооружений. На время реконструкции камера открыта и можно увидеть, что попадает в канализацию. Часто непонятно как. Сейчас мы видим, что пришел мусор по канализационным коллекторам. Это пластиковые бутылки, палки и, вон, видим, как опилки. Естественно, это все влечет за собой нестабильную работу оборудования, может привести к технологическим сбоям. Станция принимает 4,5 тысячи кубометров стоков в час. Процесс обработки сточных вод невозможно остановить. В случае аварийной ситуации могут быть выбросы на рельеф местности или в Клязьму. Такое случалось. Больше полувека непрерывно эксплуатируются отдельные участки системы водоотведения. Поэтому время меняться. Реконструкция КНС «Соколовская» вошла в госпрограмму развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Московской области. Работы ведутся за счет областного бюджета при софинансировании администрации городского округа Щелково. Станцию ждет полное обновление. Она будет остановлена. Поэтому сейчас подрядчики собирают дублирующую КНС. Ведется монтаж опалубки и чаши глубиной 13 метров, где будут погружены насосы, которые будут обводить стоки, приходящие до КНС, в сторону очистных сооружений. На сегодня выполнено 15-20% от общего объема реконструкции КНС. Также в программу вошли работы на коллекторах, подводящих и отводящих сточные воды. Уже установлен дюкер через клязьму. Выполнена санация, то есть обновление. 1870 метров коллектора от платформы «Валентиновка» города Королева до КНС «Соколовская». Две нитки диаметром 1000 мм. На данный момент сделаны работы по санации этих двух коллекторов. Остаются работы по реконструкции камер и благоустройству территории. В общее количество камер 12 штук на данном участке коллектора. Это даст нам надежную систему водоотведения, бесперебойную работу канализационно-насосной станции, потому что она одна из самых больших в Московской области. Еще один стратегически важный объект системы водоотведения нашего городского округа – коллектор, который ведет от микрорайона Бахчеванджи до Звездного городка. Если помните, в начале 2018 года на нем произошла серьезная авария. Стенки железобетонной трубы на глубине 13 метров разрушились от старости. Аварию тогда устранили, а потом начались изыскательские и проектные работы для включения коллектора в госпрограмму. С прошлого года идет реконструкция. Общая протяженность коллектора – 3 километра. Работы разделили на три участка. Открытая часть канализационного коллектора – километр 50, диаметром трубопровода 600. На данный момент 80% этого коллектора уже заменено. Санация – это около 890 метров методом санации. Это старый коллектор? Да, тоже старый коллектор, санируется чулком специальным. Полностью сейчас на 100% он завершен, этот этап. Работы на третьем этапе только начинаются, и они, пожалуй, наиболее интересные. У нас такая технология без траншейной прокладки трубы еще не применялась. Она не дешевая, но в условиях плотной застройки частного сектора наиболее удобна. От камеры до камеры прокладывают сборную пластиковую трубу с резьбовым соединением. На место старой, которая прямо в земле разрушается механическим способом и там же остается. Данный метод пневмопробойника – разрушение старой трубы и протаскивание новой ПНД трубы в существующий уже трубопровод. Технология без траншейная, значит, работаем из колодца в колодец, никаких раскопок делать не приходится. Инженер с поэтическим именем Владимир Маяковский рассказал, что труба между колодцами на расстоянии 25 метров прокладывается примерно за 5 часов. Общая длина участка – около километра. Компания выполняла такие работы в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. По муниципальному контракту все работы на коллекторе подрядчики должны закончить до конца лета, но могут и раньше. До 1 сентября должны полностью выполнить все работы. Но на данный момент идут с опережением графика.